Всем привет, привет! Спасибо, что зашли на мой канал. С вами снова Настя. И сегодня у меня видео о моих пустых баночках. У меня вот такая вот корзина накопилась, и я решила с вами поделиться. Итак, давайте же начнем. Первое, что я вам покажу, это покупки из магазина FixPrice. Вот такой гель для душа с ароматом грейпфрута. Он у меня, конечно, уже почти закончился, чуть-чуть осталось. Но что я могу прямо сказать, он ужасный. Аромат у него, да, приятный, такая интересная, расцветочка яркая. Но я им не смогла допользоваться, и поэтому заканчиваю ее муж. В общем, там бывают разные ароматы, желтенькие там, манго какие-то, мандарины. Да, запахи у них очень приятные, они такие классно пахнущие, но действие у них не очень. Тоже, так скажем, подсушено. Далью. Далью. Недавно мне отогнали вот такую маску до лица, корейскую. Вот она такая, как ванночка. Вот, она, значит, идет увлажняющая коллагеновая маска с экстрактом алоэ. Она мне очень понравилась. Я прямо не знаю, если где-то увижу на сайте, либо в магазинах, может быть, у нас встретить можно. Я обязательно ее беру, либо же закажу, потому что она классная. Ну, может быть, то, что она с коллагеном и алоэ, вот это все очень хорошо увлажнило мою кожу. Очень она мне понравилась. В общем, я от нее постольки. Обязательно повторю, если увижу. Если нет, поищу что-то наподобие похожее. Так, далее. С чего будем начать? Ага. Вот такой тоник очищающий от Нивея, к сожалению, он мне не подошел. Он что-то у меня даже долго стоял. Видно уже половина. В общем, я им недопользовалась, срок годности вышел, я его выбрасывала. Могу сказать про него, потому что он, в принципе, такой приятный аромат. Ну, все Нивея, специфический свой запах. Хороший аромат. Может быть, для кого-то подходит, но это у меня не подошло. В общем, по-другому, пойдет в музыку. Далее, мицеллярная вода от Гангер. Тоже у меня уже почти закончилась. Чуть-чуть осталось. Вот пару дней попользуюсь, и все, можно уже выбрасывать. Очень мне нравится. Хорошая мицеллярная вода. Она подходит для всех типов кожи. Так как у меня кожа чувствительная, мне она тоже хорошо подошла. Она идет, так, снимает макияж, плюс очищает, плюс успокаивает. Она шла по акции вместе с маленьким кремом тоже от Гангер, такой зеленый матовый. Он мне, к сожалению, тоже сначала вроде нравился, хорошо мотировал, но потом какое-то у меня раздражение от него пошло. А вот мицеллярная вода мне очень даже хорошо подошла. В общем, советую, еще буду покупать. Так. Далее. Далее. Ага. На руки мне попадает такой спрей для выведения, выведения пятен от Amway. Он мне не понравился. Не знаю, что-то вот ни одно пятно, которое я пыталась вывести, оно не выводило. И что еще минус большой? После стирки на то место, на которое я наносила вот это средство, прям пахло вот этим средством. То есть оно, получается, не отстиралось, запах оставался, ну, как-то не очень. Особенно вот пыталась отстирать, может, что-то подмышки от стирантов на футболках. То есть вообще никак не действует, ничего не убирает. И вот этот запах вообще ужасный вообще. Никому не советую и сама больше не буду. Это это средство. Так. Далее. Вот это суперсредство Metrogil называется. Гель для наружного применения 1%. Я часто его в аптеке, потом у меня сейчас очередная пополочка закончилась. Это вообще суперклассная вещь, потому что она всегда меня спасает, когда мы купим небольшой плющ. В принципе, да, я сразу же замазываю вот этим метрогелом. И буквально на следующий день он же высыхает, уменьшается в размере, и на третий день и больше. В общем, отличная вещь, я его всем советую. Можете его найти в аптеке. Я вам вообще абсолютно недорогой, в районе 100 рублей. Так, далее. Ну вот из кремов. Морожковый крем, витамин для рук. Глубокое увлажнение и питание. Морожка Агафьи. Ну, что могу сказать. Обычный крем. Ничего в нем особенного нет. После того, как руки помоете, он смывается, и руки снова становятся сухие. То есть, такой эффект вау. Нет, я его больше не люблю. Он у меня, наверное, где-то пот, наверное, в фаберлик. Ну, запах у него, да, приятный такой, ягодный. Ничего не могу сказать, получается, аромата. Далее. Вот здесь у меня попадается такая тушит фаберлик. Тоже, что могу про нее сказать. Она двухэтапная такая идет. Вот здесь сначала под циферка 1 тоненькая кисточка, под циферкой 2 потолще. То есть, одна покрашена, другая облиняет, там, и объем придает никакого эффекта нет. Любой кисточкой, под что делаю. Вот эта вторая, вообще, она очень толстая такая кисть. Щеточка, вернее. Да, внешний вид классный, суперский такой элегантный. Но сама тушина очень отличная для меня, для моей красницы она не подошла. Может быть, кому-то нравится, напишите комментарии. Кто-то, может быть, пользовался такой тушиной, может быть, вам она понравилась. Так, далее. У нас тушь, еще вот одна такая тушь. Вот эта вот суперклассная тушь куфлой. Пять в одну. Это вообще у нас, по крайней мере, в нашем городе все ее обожают. Все она похваленная, все прям при нее рассказывают. И да, действительно, она классная. Раньше она была в другом формате, я пользовалась. Сейчас она вот такая. Может быть, уже такая, не знаю. Я ей пауле, как и сотребиться. В общем, классная тушь, работает хорошо кисточками. Силиконовая идет. Да, силиконовая кисточка. Отлично работает, хорошо все прокрашивает. Такие кнопочки у меня добываются. Кстати, вот после вот этого у меня в конце дня все крошилось и глаза болели. Крошки попадали в глаза. От этого никаких крошек не хватает. Так, далее вот идет такой CC-крем от Avon. Сейчас он на огне. Последний выдавливаю. Вот уже все, даже стерлось. Этот оттенок нюд. По-моему, он идет как натуральный. Вот. В общем, увлажняющий, корректирующий крем с тональным эффектом. Идеальный оттенок. Очень мне нравится подход. Он очень легкий. Его не чувствуешь на себе. Он не забивает поры, как вот обычный тональный средство. Когда наносишь, там чувствуется тяжесть такая. От этого нет эффекта. И поры, по крайней мере, мне так кажется, что не забиваются. Мне очень нравится. Далее от Avon тоже у меня вот такое масло для волос. Постоянно я его заказываю. Кстати, сейчас у них немножко качество улучшилось. Раньше они прям были такие густые, маслянистые. Я наносила буквально одну капельку на руки. Растирала, наносила на все свои волосы. Ну, на корни, естественно, я не наношу. Потому что корни быстро становятся жирными. И как раз вот это масло маслянистое как раз. Его на корни не нужно наносить. Только на кончики. А сейчас она стала таким жидким. Такое ощущение, что он как-то пахнет спиртом больше. Жидкий. И расход у него больше. Но действие у него такое же, в принципе. Волосы хорошо расчесываются. Мне оно все равно нравится. Все равно буду продолжать заказывать. Потому что, по крайней мере, для меня это вот самый лучший из всех экспериментов масел для волос. И для волос также вот, по-моему, тоже эта же серия. Да, сияние день за днем. Закончил со бальзамкой Тенциалер. Ванц Техникус. Вот. И его тоже. Очень мне нравится. Вот эта серия. Я прям всем советую. Все время хвалю. Всем рассказываю про вот эти шампуни, бальзамы. В общем, классная вещь. Так. И от Тейван. Все у меня. Такой вот лак для волос. Фиксация 24 часа. Сильная фиксация. Хороший лак. В принципе, ничем не отличается от других. Я не часто делаю. Что-то такое суперско. Только по праздникам. Либо по предприятиям. Куда-то соберусь. Делаю укладки. И все это. Лак. В принципе, мне нравится. В общем, хорошая вещь. Хватила мне где-то на год. Так. И от Тейван. Вот такой аромат. Он, конечно, это туалетная вода. Из самой бюджетной серии. Стоимость у него около 200 рублей. И вообще заказала бы у него никого не. А. Заказывали кто-то у моей мамы. И мне понравился аромат. Я решила для себя заказать. Амат очень главный. Несмотря на то, что он из бюджета. В общем, такой дешевый серий, да. Аромат такой нежный, легкий, приятный. От него остается запах еще надолго. Особенно если на одежду нанести. Потом одеваешь. После дорогих ароматов. Когда душишься туалетной водой. И наносишь на одежду. И потом одеваешь через некоторое время. Остается этот аромат. После него точно так же. То есть он вообще не выветривается. Очень классный. Соберный шаф. Я любила. В общем, очень мне нравится. Летний такой весенний вариант. Нежный, легкий, приятный. Очень часто спрашивают, что за у меня аромат, кстати. Ну, а так основная моя любимая. Мой любимый аромат. Это Eclat от LundWin. Очень люблю. Это классический вариант. И так же я покупала. Имитированную такую коллекцию от LundWin. Вот. Это с таким бантиком. С такой морпочкой интересной. Она более такая сладкая идет уже. Прям. Вот. И в общем. В принципе, они очень похожи. Прям вообще вот. Не отличить. Но вот у этой есть нотки сладости. В общем, она такая более яркая. Даже сам. Ее дизайн выдает то, что она более яркая. Это очень свежая, легкая. Я уважаю эти ароматы. Сейчас, к сожалению, купила другой от LundWin. Жанэ. Но он мне не так нравится, как вот эти. Но пока вот пользуюсь, когда закончили. И снова, наверное, это не нравится. В общем, на сегодня закончились все мои милые ванночки. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайки. Подпишитесь на меня. Подтяжите мне. Напишите свои комментарии. Что-то, может быть, из этого, что я показала, у вас тоже было. Или вы сейчас пользуетесь. Пишите, как вам. В общем, все. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч.